Значит, продолжение. О нестандартном анализе, так называемом. Сейчас мы поговорим о некотором анализе, который берет свое основание в учении Хлебница о монадах. То есть совсем очень давно. То есть это самый конец, даже не 18-го, самый конец 17-го века. Вот этот анализ интересен тем, что он максимально удовлетворяет потребности физиков. Но опять, по смешному стечению обстоятельств, концепции, которые начали разрабатываться только в 20-м веке, главным образом благодаря деятельности Абрахама Робинсона, являлось запрещенным. Подобно тому, как ноль являлся запрещенным в Средневековье. Был запрещен ноль. Точно так же и настоящий анализ бесконечно малых. Он был запрещен. Я этого вот сейчас... Да, он не настоящий. Вот он изначально, у него был шанс сервизоваться как анализ бесконечно малых. Но он так не развивался. Вместо этого появилось понятие предела. Вот, значит, мы бы сейчас все работаем... Ну, предел-то он бесконечно малый. С пределами, да. Мы работаем с пределами. С пределами. У нас есть некая последовательность. Она куда-то сходится, там, Хн, к какому-то числу, к Х. И вот на этом основании мы говорим, что, как бы, что-то идет куда-то там. Идет куда-то. И, например, мы можем, самое важное, посмотреть ДХ, взять его по ДТ, да. Сделать при ДТ, примящимся к нулю, да. И... Ну, это не настоящий разве... И после этого появится скорость. Понятие скорости. И вот мы с этим, как бы, работаем. Этого обучают в университетах. И все думают, что это нормально. Что вот логика именно такая. Что производная вот определяется вот таким образом. Через понятие вот этого самого предела. Через понятие вот этого предела. Вот, вот что для нас это важно. На деле, как бы, это не так. То есть, изначально, может быть, Ньютон, совершенно точно Лебниц, они говорили о бесконечно малых некоторых наборе значений или чисел. Ну, таких же объектов математических, которые равны числами. То есть, есть числа, стандартные, так называемые, элементы. И есть нестандартные. Нестандартные элементы, в том числе, бесконечно малые. Физик, как ни странно, никто в этом не дает отчета. Но на самом деле, это все, как бы, есть. Вот у нас есть у физиков. То есть, такого рода вещь, например, в термодинамике. ДВ. Бесконечно маленький объект называется бесконечно маленький кусочек объема. То есть, В здесь большой, а не маленький, как здесь. И он, например, отличается, скажем, от ДК, допустим. Вот так пишут ДК. Но с точки зрения простого предельного перехода, это величины одни и те же. Почему? Потому что это маленькая, это маленькая. Это какая разница, что они маленькие. Но с точки зрения физики, вот эти два значка выделяют два очень принципиально разных объекта. Потому что здесь, с какой бы мы стороны ни шли к нулю, у нас получается один и тот же результат. Ну, слева или справа. Да, слева или справа, сверху или снизу, или к откуда-то еще. А здесь при ДК, зависит от пути. Мы тоже идем, но вот результат, вот если мы сюда вот так идем, вот так идем. То есть он имеет отношение какого-то, вот к определенного рода расстоянию. Мы же знаем, что силы бывают потенциальными, когда у нас не зависит от пути. Прошли в самую точку, туда же и вернулись. А бывают и не потенциальными. Ну, например, сила трения. Мы можем вернуться в самую точку, но если мы обошли всю Вселенную, то много энергии потратили. А если мы прошли один сантиметр всего и обратно вернулись, то потратили мало. От этого как бы зависит. И для физиков вот это обстоятельство, она как бы есть, но она понятием вот этого самого предела, то есть обычного дифференциального интегрального вычисления, на сегодняшний день схватывается очень слабо и очень плохо. Тем не менее, вот эти самые объекты ДК, мы же видим, что ДК и простой дифференциал, например, ДВ, они между собой отличаются. Тем не менее, мы должны получить какого-то рода аппарат, который позволяет подобного рода объектами работать. То есть вводить вот такие бесконечно малые, наряду с чистыми. Но не через предел, потому что у нас возникает вот этого рода недоумения. А мы должны вводить вот эту самую штуку таким образом, чтобы без предела. Для этого и служит понятие монады у лебедца. Что говорит лебедец? Что в каждой точке есть некоторое простое, бесконечно малое, принадлежащее идее, как бы такая крестность, так называемая монада. И вот эту самую монаду, это то, с чем пытается работать нестандартный анализ. Значит, что я еще хочу замерить по этому поводу? Вот чисто лирическое отступление. Ну вот, это вот это самое понятие, когда Семен Кудаталадзе написал статью с каким-то человеком, с еврейской немецкой фамилией, против нашего гениального физика, математика Ярослава Сергеева. Она очень воспроизводит какую-то картинку из конца 40-х годов. А что там, плохо фокусируется? Да я постоянно кручусь. Она как бы так воспроизводится. Поэтому я вот видел, например, в комментариях к собственным выступлениям, по поводу того, что Бродский не поэт. Почему он не поэт? Потому что еврей. Так вот это неправда. Бродский русский поэт, очень крупный. Это никак не зависит от того, что он еврей, ни в коем случае. Точно так же могу заметить, что несмотря на грузинскую фамилию, вот этот новосибирский математик является действительно крупным математиком. Он является более того, большим достоянием русской культуры. Именно в первую очередь, не только науки, но и культуры. У меня есть простой способ, когда я хочу сравнить между собой культуру каких-то стран, народов, всегда встает вопрос, насколько они равнозначны. В последнее время была концепция такая, что все культуры равны друг другу. Ну, как культура. Это мультикультуральность, концепция. Я всегда предлагаю следующую вещь. Подходить к любой культуре и заглядывать, а что у нее там с математикой дело обстоит. И как только у нас обстоит дело с математикой, мы в этом деле разбираемся, мы можем выстраивать цепочку определенного рода культур, которую мы можем игнорировать, а которую можно и не игнорировать. Но мы видим, что крупная математика, по большому счету, она родилась в нескольких культурах присутствует. Вот я когда-то пытался анализировать те же самые проблемы Гильберта и пришел к выводу. Ну, там же одни решены полностью, другие не полностью. Одни в Абелевом случае, другие в общем случае неверны. Ну, вот, например, Игорь Ростиславович Шифаревич, одну из проблем Гильберта, недавно умерший, купил, ой, купил, решил, значит, только в Абелевом случае. Шифаревич? Шифаревич, да. Да, это крупный математик 20 века, да. Крупный математик 20 века, Игорь Ростиславович Шифаревич. Вот, он ее решил только в таком случае. Поэтому примерно можно сказать, что русскими, российскими математиками решено больше половины всех проблем Гильберта. Если по премиям Филса у нас уверенное третье место, недалеко отходя от, значит, от Америки и Франции чуть-чуть, но, тем не менее, вот по ним, то вот как бы это странные обстоятельства, которые вполне возможно поднять на щит и всем демонстрировать. Почему они демонстрируют, я не знаю почему. Ну, потому что хотя бы в нашей советской культуре, уже не в российской, есть некоторая особенность, что за серия Ачкастая должна знать свое место. Ну, у нас здесь Амбаева есть. Да, да. За серия Ачкастая должна знать свое место, каждый сверчок знает свой шесток. Поэтому у Азимбаева один шесток, а у математиков другой. Вот. Теоретически, вот есть город Санкт-Петербург, я о нем вот говорил в предыдущей части этой вещи. Это выдающийся город на математической карте человечества. Ну, просто совсем. А есть еще Московский государственный университет, где проходил математический семинар в 70-80-х годах. Возможно, лучший математический семинар в истории человечества. Вот, точно так же. И почему это не взято на... Флаг над этим не развивается. Отчасти можно сказать, я буду говорить о третьей части. Дело в том, что у нас Фоменко, крупный математик, у него репутация сумасшедшего. У Игоря Росиславовича Шеваревича репутация антисемита. У Винограда с Понтрягиным аналогичная репутация. И говорить, что после этих, что они еще выдающиеся математики, потому что человек, который предполагается, который не любит евреев, он не может быть выдающимся математиком. То есть это им по-самому покажется, что они пока не поградили культуры. Хотя бы эта идея была симпатичная, но она ни в полном смысле может репрезентировать там уровень культуры. Ну, мы так сами о себе думаем. Что не может. Я-то полагаю, что может как раз. Поэтому... Не, а почему тогда великие математики становятся антисемитами? Ведь как раз антисемитизм это про низкую культуру. Вот, да. Значит, тут либо что-то не то, либо с математикой что-то не то, либо с антисемитизмом. Да, с антисемитизмом. Это надо разбираться. Скорее всего, с антисемитизмом. Со всех членами что-то не то. Возможно. 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 Вот такова, значит, эта ситуация. Надеюсь, с ним где можно... Притом надо сказать, вот, например, известный деятель, как его зовут? Кефарет Михаил Вербицкий, интернет. Он, Шифаревич, того же знал и говорит, что очень милый, приятный в общении человек. И он никогда не чувствовал в нем какого-то антисемитизма, направленного на что-либо еще. Ну вот поэтому я полагаю, что школа, которая сформировалась в том числе вот этого нестандартного анализа, которым начинаю работать в главе Семенов и вот этой Ладзе, это как бы не только интересная математическая игра, но в том числе... Факт культуры. Да, факт высокой русской культуры, которую надо поливать, оберегать, пытаться всеми силами сделать, поскольку у нас Семенков Таталадзе уже человек немолодой, чтобы существовали, как бы, по крайней мере, несколько человек, да, которые владели бы всем этим аппаратом не хуже, чем он, а может быть, еще лучше. И вот эта школа ни в коем случае не прорывалась. Денег это стоит немного, это гораздо дешевле, чем содержание одной Елены Синбаевой с ее шестом. Гораздо дешевле, а смысла и деятельности в этом гораздо больше. Вот, такова вот, значит, у нас, это, это, вот эта самая, вот эта, это самая вещь. Ну, основы российской государственности сокрушены. Да, это шест, потому что за сей рачкастая должна знать свое место, как бы, вот, советской государственности. Ни в коем случае нам нельзя начать думать, что они, они что-то могут и могут овладеть определенным, конкретного рода медийным эффектом. Но обрести культурно-соединительность. Да. И вот мы, значит, к этому, значит, к этой задачке мы возвращаемся. К этой самой задачке мы возвращаемся, так называемого нестандартного анализа. Возвращаемся мы сейчас, после путешествия, определенного в культурное пространство современное. Возвращаемся. Мы знаем, на самом деле, что у нас вообще в мире выполняется то, что называют аксиомы Архимеда. Что такое аксиом Архимеда? Берется, давайте я буду другим цветом писать, красный, да, здесь. Берется некое большое число B и маленькое число A, да, и утверждается, что всегда найдется такое число N, что если N умножить на A, то есть A взять N в раз, да, то оно станет больше B. Вот всегда там. Какое бы ни было маленькое A и какое было большое B, то оно, значит, вот так это можно. Вот это обычная ситуация, которая у нас связана с нашим миром. Аксиом Архимеда. Мы видим, что если мы восстановимся на позицию ледницы, на позицию бесконечно малой монады, то у нас там не так. Оно не выполняется. Сколько мы бесконечно малую, либо этого типа, либо первого, либо второго типа, мы возьмем, оно все равно никогда не станет больше буквы какого-то числа. Можно придумать такую штуку с простыми функциями. Когда и на примере функций можно увидеть, что можно придумать такие простые математические объекты, в которых тоже аксиом Архимеда не будет выполняться. Это нам как бы важно. Потому что при подобного рода работе о ней вот речь не идет, вот об обычном анализе. А вот при таком нестандартном анализе, об этом идет речь, то есть вот об этих самых монадах. Как они вводят бесконечно малую величину? А вводят они ее следующим образом. Они говорят, что помимо нестандартных объектов, то есть чисел, тем, что мы привыкли делать, в любой системе есть нестандартные, и оно хотя бы одно. Например, какое-то бесконечно большое число. И бесконечно малое, они его формируют как единица, делительно на это бесконечно большое число. Нестандартное. И тут начинается для нас интересная работа для философа, математики, которым мы можем заниматься. Ну, в первую очередь возникает проблема аксиоматики переноса. Это означает, что можем ли мы полностью перенести все свойства стандартных чисел, стандартных объектов на нестандартные. Вот нестандартный анализ поступает непоэтично. Он говорит, что можем. Точно так же можем. И вот это место, вот эта природа аксиоматика, это то, чего настоящий философ, который занимается математикой, должен был бы, по большому счету, нестандартный анализ атаковать. То есть, правило переноса вполне возможно в нем должно не выполняться. И надо с этим каким-то образом работать. Вот о чем я хочу здесь как бы вот заметить. Вот так. Вот так. И что здесь нам опять интересно, как бы физикам-то здесь? А тем, что появляется вот это самое понятие монады и структура пространства, она отображается гораздо лучше путем монады. Потому что у нас любая точка стандартная объекта находится в целом окружении нестандартной. Бесконечно мало. Но оно размывается. Вот оно и такое размытое в мире вроде бы и есть пространство. Если оно не размытое, а в обычном анализе, ну просто совокупность точек. Хотя и очень близко между собой. Очень-очень-очень близок. Их очень-очень много. То здесь еще, кроме того, каждая обычная стандартная точка, обычная, она оказывается в окружении монад вот этих всяких. К сожалению, у него есть тот большой дефект вот этого нестандартного анализа. Что он доказывает все утверждения обычного анализа другим способом, но заново. Так же доказывает. С тем же результатом. С тем же результатом. Это, на мой взгляд, плохо. В этом надо разбираться. То есть мне надо в этом фундаментальную тоже монографику Теладзе читать. И в этом вопросе, возможно, жизнь бесконечна. Я тоже это как-нибудь выделю два дня и ее прочитаю. Безусловно. Вот. Но наличие подобного рода проекта еще и интересно для философа науки. Почему? Потому что оказывается, что математики смогли оказать определенного рода негативное влияние на развитие физики. Почему? Потому что они со своими пределами вмешались и испортили нам всю малину, которая, в общем-то, шла в правильном направлении после работы Ньютона и Лебенца. Точно так же, как философы всему человечеству испортили жизнь на тысячелетия, утверждая, что актуальной бесконечности быть не может. И нуль невозможен. Невозможен. И все это вот тормозилось, пока смелый человек это взял и не нарисовал. Вполне возможно, что таким будет Ярослав Сергеев или кто-либо еще. Когда удастся язык, математический язык, добавить в него такой сильный концепт, типа нуля, как это было добавлено, который наше представление и описание мира перевернет принципиальным образом. Какие бы нецензурные, почти матерные слова представители новосибирской школы нестандартного анализа не использовали бы в адрес Ярослава Сергеева. Вот так. Есть вопрос, если бы применять вот эти монады бесконечно малой величины в природе, далее естественно в научных исследованиях. К примеру, можно ли бы представить, что вот если мы представляем пространство бесконечно делимым, а теперь вы представите дискретным и не бесконечно делимым, а делимым до вот этих монад, то есть представить некоторую минимальную протяженность и во времени тоже минимальную длительность. То есть, такую протяженность, внутри которой измерение уже не имеет смысла. Это вот так даже можно было оформлять. Можно было бы таким способом попытаться описать тогда физическое пространство, что оно отличается от геометрического пространства, тем самым, что оно как раз таки не будет иметь бесконечную делимость, но будет иметь делимость до бесконечно малых величин. Можно что-то, как-то с этим можно работать. Не знаю, как наверняка люди за 60 или 70 лет развития несознатного анализа к чему-то пришли. Я просто не знаю. Я хочу заметить, что при патронного рода подходе, например, концепция Александра Балдачева о темпоральной структуре времени, где он темпоральность от хрональность отличает, она как бы получает от плитонного рода математическое наполнение. Вот это все, что я хочу заметить по этому поводу. Как вот с этим работать, тоже не ясно. Почему не ясно? Потому что трагедия нестандартного анализа, то, что он воспроизводит зачастую те же самые результаты, которые получены обычным математическим анализом. Вот если бы он получал относительно чего-то принципиально другие результаты, их можно было сравнивать, это было очень важно, потому что нынешнее положение дел с аксиоматикой Цермела Френкеля является неудовлетворительным. Есть ощущение такое, что она приводит к ненормальным результатам. Аксиома выбора не должна существовать. Она не должна приводить к появлению в аксиоматике таких дикостей, как парадокс Деда Мороженого. Она не должна приводить парадокс Молтарского, когда берем сферу, делим ее на три части, а потом складываем заново, складываем две сферы. Все правильно там, все правильно так, но так не должно быть. Вот это нервность. Вот ушедший от нас Людмитриевич Фадеев часто говорил, что математика это новая интуиция. То есть вместо воображения есть математика. Поэтому мы следуем за математикой и обнаруживаем в себе новые физические реальности, обнаруживаем что-то принципиально новое, просто следуем математике. Поэтому обращать внимание на подобного рода отклонения от классического анализа чрезвычайно важно. И работать в этом смысле важно. Пока вопрос об этом не стоит. Пока речь идет о сохранении школы нестандартного анализа в отдельно взятой стране и сохранение русского языка как великого, как одного из немногих мировых языков науки. Потому что если грузин хочет заниматься математикой в России, то он становится русским математиком. Если украинец начинает тоже заниматься наукой, для Украины и России у них высокая культура, она общая, русская. Другой у них нет. То есть как только они говорят об украинской культуре, это сразу же вышиванки, это сало, навоз, хутор и всякое прочее. Больше ничего. И как только украинцам возникает не коммунальная культура, а высокая культура в смысле математики, он становится русским математиком украинского происхождения. И вот эту самую картинку сохранения русского языка как одного из мировых языков науки чрезвычайно важно сохранить. Вот так. Всё, да?